Ровно за час до начала ЕГЭ выпускники 11-х классов собрались на пунктах сдачи экзаменов. Их в нашем районе, как и в прошлые годы, всего два – в 10-й городской школе и 3-й Алакуртинской. Меры безопасности в этом году ужесточены. Детей на наличие телефонов и других электронных шпаргалок проверяют с металлодетектора. В аудиториях установлены видеокамеры, дежурят наблюдатели. Экзамен начался ровно в 10.00 и продлился он в общей сложности 3 часа 55 минут. В этом году впервые экзамен состоит не из трёх частей, а из двух. Первая часть содержит 24 задания с кратким ответом, а вторая представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Результаты экзамена станут известны 8 июня. Дополним, что минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата – 24, для поступления в ВУЗ – 36. Если ребёнок остался недоволен набранными баллами, ЕГЭ можно пересдать в сентябре. Впереди у выпускников 11-х классов ждёт ещё одно обязательное испытание ЕГЭ по математике. 1 июня свои знания покажут те, кто решил сдавать тесты базового уровня. 4 июня за парты сядут те, кому высокий балл по математике требуется для поступления в ВУЗ. Они будут сдавать тесты по профильному уровню.